Считаю главным девизом нашей выбранной кампании должен быть девиз «Мы правы, мы сможем». «Наше дело правое, мы победим не случайно», – Сталин произнес в начале войны, и мы обеспечили эту победу. Я еще раз хочу вам напомнить о бессмертной гениальной логике и политической практике Ленина. Не случайно на него сегодня идет самый мощный накат. Начинали со Сталина, разрушили СССР, теперь добрались и до гениального ленинского наследия. Ленин оказался на 300% прав. Почему его преследует вся эта свора, вся сволочь мира ненавидит Ленина и Сталина? Потому что они предложили выход из исторического тупика. За 200 лет капитализма было 12 тяжелых финансо-экономических кризисов. Все они заканчивались, как правило, войной. Два последних закончились мировой войной. Ленин сделал этот вывод уже в своих первых работах и заявил, что мы построим новый мир, мы пойдем другим путем. Мы создадим царство небесное на земле, где труд, справедливость и дружба будет править этим. Ленин сумел убедить и объяснить своим коллегам и товарищам, что капиталист в любом случае ищет выход в войне. И сегодня он ищет выход в войне. Чем закончится этот системный кризис, на мой взгляд, и всевышний до конца не знает. Ленин заявил, что царская Россия не может выиграть мировую войну. Она в финансо-экономическом отношении слабее. Она продула крымскую, продула русско-японскую с потерей территории и унижением. Она отказалась принимать предложение Столыпина о всеобщем начальном образовании, которое внес сразу после Крымской войны. Она не может выиграть эту войну. И несмотря на Антанту, после того, как они раздербанят Германию, в следующую очередь придет за Россией. И как только они помогли свергнуть Николая II, его буржуазное правительство скинуло и буржуазные царства и генералы, так принялись делить Российскую империю. Вудро Вильсон, президент США, написал проект разделить ее на 20 кусков и приватизировать по частям. Сегодня вы видите один в один ту же политику под санкциями и другими предлогами, но она реализуется беспощадно. В этой связи Ленин и Сталин, большевики, сказали, или мы создаем мощный, новый, принципиальный народохозяйственный комплекс, который будет самостоятельным, строим социализм в одной отдельно взятой стране и решаем эту историческую задачу, или нас в любом случае сомнут. Никаких других вариантов нет. Более того, сказали, он сказал Сталину, мы не можем решить эту задачу в отдельной РФИ, не можем в Российской Федерации, мы обязаны создать союз, союз равноправных народов. Сталин возражал, что надо на правах автономии. Попробовали. Уже Украина еще в марте 1917 года под руководством Винниченко и Петлюра ушла. Уже Туркестан, уже Кавказь отвалилась, уже Финляндия ушла, уже развалилась. Ни на православной религии, ни на имперской невозможно было объединить народы, и невозможно было силой оружия загнать их в единое государство. Предложил гениальную идею равноправного союза на основе справедливости и дружбы. И согласились слушаться его пять главных бессмертных лодунгов и идею реализации союзного государства. За 5-7 лет четыре варианта политики опробованы. От распавшей страны до союзного государства, от парализованной промышленности до плана ГАЭРО, от обвалившегося, уничтоженного рубля до золотого червонца. И Сталин продолжил эту гениальную линию, создав за 10 лет 6 тысяч лучших на ту пору предприятий. Мы правы, наше дело правое. И победа, которая была обеспечена в 45-м году, и знамя октября, воздруженный Рейхстагом, это есть триумф выдающейся ленинско-сталинской политики. Идя в аудиторию сегодня, готовясь к столетию Великого Октября, к столетию Ленинского комсомола, к столетию образования СССР, мы обязаны, особенно молодежи и всем, изложить эту бессмертную логику политического поведения и решение задать. Как только были преданы идеи октября, из прависоциализма выразившись советской элитой в лицах Горбачевых, Якулю, Шевернадзе, спившихся Ельцинах, так все и покатилось в сторону. Отказались от идеи создания самостоятельного, полноценного государства и самодостаточной экономики. Когда Путин произнес свою классическую фразу в ООН, очень интересно, вы хоть поняли, что вы натворили? Я выступаю в Думе, сказал, американцы давно поняли, что они творят. Им не нужны оппоненты и противники. Они сегодня сейчас решают две главные задачи. Первая задача, чтобы не появился конкурент в виде СССР. И вторая задача, продиктовать всему миру финансово-экономическое условие. Никаких других унистративных задач нет. В первом случае мы в военно-политическом плане конкуренты, а в финансово-экономическом китайцы. И как бы они вас ни хлопали по плечу, чем бы ни угощали, они будут вас душить беспощадно. Половину ресурсов планеты исчерпано, все остальные претендуют они и их главные сателлиты. Поэтому вы можете улыбаться, встречаться, беседовать. Но внутри вы должны всегда помнить эту гениальную классическую форму. Противостоять вы им на основе рынка свободного не можете. Абсолютно невозможно. Тогда вы или будьте тоже сателлитами, и вас завтра всех потащат в Гуагу, или вы поймете логику ленинско-сталинской политики, откажетесь от антисоветизма и русофобии, и начнете проводить нормальную национально-ориентированную политику, в основе которой будет лежать то, что спасло распавшуюся империю и позволило вас создать союзные советские государства. В этом отношении никакого другого у вас варианта, на сегодня кроме левоцентрической политики, ту, которую проводил Примакову, Маслякова и Рощенко, у вас нет. Тогда баррель нефти стоил 12-15 долларов, когда Путин пришел к власти стоил 28 долларов, потом он долез до 140 долларов, вот, далее 7-8 процентов прироста, а потом он валился, все к черту опять, вернулось на круги своя, и у вас в прошлом году примерно то же самое, чем то. Это нефтегазовая труба и вкладываете в мозги деньги современной технологии, у вас денег много, или мы обречены. Но я не хочу третий раз падать, уже дважды падали с Горбачевым и Ельц. Поэтому стране, всем деловым людям, надо объяснить, что выход есть, мы его предлагаем, он реальный, он мирный, он демократичный. И нечего отсижиться, приходите, берите бюллетень и голосуйте за список КПРФ, за кандидатов от КПРФ, даже если вам не нравится Нот Зюганова, в общем, напористость Кашина или интеллигентность Мельникова. Приходите и голосуйте. Вы голосуете за себя, своих детей и свое будущее. Вот такая логика должна присутствовать в пропагандистской информационной работе. Теперь говорят, у нас там нет. Если строить компанию, ах, 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 вот вчера приводили пример. Выслушала, встает женщина и говорит, слушай, у меня один выход, уходя с твоей встречи. Какой? Прийти домой, сесть, подняться на табуретку, надеть веревку на шею, удавиться. Я пришла за надеждой, а ты мне нарисовал. Чего ты мне рисуешь? Я холодильник открою пустой, я сына выучил, а он и так далее платил, а он на работу не устроится. Меня саму гонят в шею, мне 50 лет сказали, моложе 35 не берем. Чего ты мне рисуешь? Ты покажи, что вы можете, с кем вы можете и как вы можете. Когда говорят, что у нас нет, есть у нас. Я абсолютно не согласен. Мы имеем партию сто с лишним лет. 20 лет пробивались к власти, почти 75 лет управляли, управляли, добившись потрясающих результатов. Только за победу в 45-м, за космический прорыв и ракетно-ядерный паритет нам поставят памятник на любом суде истории, на любом, без исключения. Мы 20 лет, 22 года в оппозиции. Мы начинали с одного телефона, одного кабинета и бесконечных судебных преследований. Меня 300 раз судили и сейчас продолжают судить. Но никто не поднял руки, не сдался и продолжали. Когда тут все перекрыли на два года, по 150 суток командировок объехали все города и весь. Когда приоткрыли возможность, есть более эффективно вести эти кампании. Поэтому у нас и есть партия и Государственный патриотический союз. Левченко не случайно показал, он сказал, услышу каждого. Это был ключом к его выборной кампании. Услышали. И те, кто работают в лесу, и те, кто работает в сельском, услышали. Услышали. У нас с вами есть бессмертный полк внутренней психологии у граждан. Есть желание быть гражданами достойной страны-победительницей, а не пьяниц, воров и наркоманов. 12 миллионов вместе с портретами живых и мертвых, молодых и старых, встали и прошли по всей стране. У нас есть Крым и Севастополь. Есть не Донбасс, который поднялся против нацизма, фашизма и бендеровщей. У нас с вами есть движение Знамя Победы. 10 тысяч уроков в каждой школе, чего раньше было и немыслимо. У нас есть Артек, который за год мы отремонтировали, построили. 40 объектов, 18 тысяч детей приняли в прошлом году, 30 тысяч примем в этом году. Это наш проект. У нас с вами есть страна талантов. Мы провели для малоимущих детей во всех регионах. Конкурсы и на этой сцене подводили итоги, что 10 кубков было вручено. У нас есть спортклуб. Мы вот сейчас готовим спортсоревнования. Наша команда молодежная по мини-футболу стала чемпионом Российской Федерации. Мы завоевали Кубок Москвы. Наши лучшие спортсмены стали победителями мировых спортсменов. У нас 45 команд сейчас претендуем на первенство, посвященное столетию в ходе выборной кампании. Мы ищем два больших поля, где провести этот конкурс. У нас великолепные ребята. Мы Новый год начали соревнования в Улан-Удэ, где были китайцы, монголы, наши чемпионы России. Команда КПРФ, она ходит с эмблемой. Команда КПРФ выиграла золотые медали этого соревнования, этого конкурса. У нас с вами есть БРИКС. А в БРИКС ходит Китай, где компартия главная. Ходит Индия, где компартия сильная. Ходит ЮАР, где компартия очень влиятельна, по сути дела, у власти с национальным фронтом. Бразилия. У нас есть основа для того, чтобы этой власти ткнуть в нос. Ваш антикоммунизм, антисоветизм вообще, я говорю, подрывает геополитические интересы России. У нас есть уникальный белорусский опыт. Пять фильмов созданы об опыте Белоруссии. Они у любого у вас будут великолепным материалом. Мы договорились, проведем всемирный фестиваль в следующем году. На этой и на следующей неделе состоятся встречи с руководством Всемирной Федерации демократической молодежи, которая во многом разделяет наши ценности. У нас есть целая серия народных предприятий, уникальных предприятий. Есть потрясающий Алферовский научный центр, где школа, вуз, академия наук и опытное производство объединено в единое целое и представляет на сегодня себя одно из лучших научно-исследовательских учебных заведений. Мы можем на это спокойно опираться и идти к людям, показать. Мы можем решать, поддерживайте. У нас есть уникальный опыт, талант, поддерживайте. Вы иницируйтесь, идите и голосуйте, поддерживайте. Это будет совершенно иная выборная кампания. У нас с вами есть красное телевидение. Каждый может дома настроить себя на эту кнопку и смотреть телевидение. Мы там показываем лучшие советские фильмы. Информационный обзор идет постоянно. Мы выпускаем с вами 200 газет, вот тут полсотни уже лежит. У нас есть около сотни интернетов, молодежные школы и так далее. То есть у нас есть база, есть опыт, есть история, есть знания, есть сильная команда. Вот на этом надо строить всю выборную кампанию. Оттолкнувшись от оценки того, что вы можете вспомнить и слова Путина. Что вы натворили? Американцы в Первой мировой войне отхватили 50% золотовалютных запасов мира. Во второй 60% после Холодной войны убрали СССР главного конкурента. Припарковали наши огромные капиталы, включая ядерные к своим и так далее. И сейчас продолжают душить, несмотря ни на что. Что касается последних деятелей, что натворили, начиная с Ельцина и Горбачева. Я был потрясен, когда собрали на Старой площади и стали объяснять, что надо сдать Восточную Европу. Вот 20 миллиардов долларов платим, вроде бы дорого. Ушли. Сейчас натовцы сидят в Эстонии до Питера 140 километров. Все на все. Штаны не оденешь, как тебе это обесточат, все на свете и так далее. Ушли. Говорили, нам нужна такая армия. Потеряли армию, теперь наращивают, не знают, что делать. Говорили, нам Севера и Сибирь не нужны. Говорили. Говорили. У нас 5 полков было, которые прикрывали от Мурманска до Дудинки МиГ-31. 10 лет мы вместе с Тарнаевым, Кумаедовым уверяли вас, мы без этих самолетов не обойдемся. Это лучший в мире истребитель. Потолок 35 километров. Он может сбивать спутники, в принципе. У вас весь Север открыт. У вас все там кладовые. Сейчас в срочной порядке поставили на конвейер. Наша программа МиГ-31, теперь МиГ-41, модернизированный Ту-160 и лучший пассажир Килл-96. Сейчас снова на потоке. Но снова начинают обрезать и урезать по самой ручке. Заявляли о том, что все будет прекрасно, если будет свободный рынок. Всех вдруг увидели, никакого свободного рынка нет. Есть бандитский базар и ничего похожего. А что касается нашей программы, она абсолютно конкретна и конструктивна. Вот фон, на котором мы обязаны вести выборную кампанию. Главная задача – смена курса правительства народного доверия и обновленный социализм. В наших документах, пленумах и материалах последних все прописано в деталях. Ничего не сочиняйте. Я вам покажу 10 брошюр, подобрал специально. Не надо выдумывать. Каждый в состоянии это освоить, если будет над собой работать. Второе исключительно важно. Наш основной противник – Единой России и ее сателлиты. Как бы они ни прикидывались, какие вещь и шкоры ни девались, они и проводят эту бездарную политику. И прежде всего, прежде всего, наш главный враг – квалификация выборов. Вся машина должна быть выстроена таким образом, чтобы защищать голоса. Чтобы защитить голоса Левченко, он пришел ко мне, Мельнику и Кашин, и сказал, ребята, нужна помощь. Я иду на победу. Посчитали, посидели, посмотрели, сложились, договорились и так далее. Первый тур, я на счет борьбы, 49,6. Мне они звонят, что вы там барахтаете? Спрашивают, ты поедешь? Я говорю, не только я поеду. Со мной 32 депутата поедут. И 2000 наблюдателей. Ну, слушай, полпроцента. Мы всегда возьмем. Я говорю, вы уже приписали 15. Вы ничего не возьмете, если мы перекроем. Вы много потеряете. Более того, как только люди поймут, что можно побеждать, они толпой пойдут на избирательные участки. Многие бросили. А что, мы ходим, ходим, все равно бестолку давал. И в Иркутске почти удвоилось число избирателей во втором туре. Машины в город ехали толпой, очередь была большая. Мы там вели борьбу отчаянную. Надо дать должное. Все, кого попросили, все приехали. Доехали до Бадайбоа, Усилимска, до Братска. Доехали, перекрыли. Там, где Черемховик был главный сартрап, который поддерживал предшественника, послали туда родину, он умеет. И сказал, не отпускайте его ни на одну минуту. Вот сядьте в кабинете, ходите за штаны, чтобы он в течение дня не давал команды. И он после обеда сломался. Он понял, что ему фальсифицировать, как предыдущую операцию, не удастся. И получилось 56 на 44 во втором туре. Значит, можно. И надо себя настраивать. Наш основной противник – пятая колонна. Хочу подчеркнуть, никакой принципиально-политической разницы между Навальным, Жириновским, Дворковичем, Улюкаевым и всеми остальными – нет. Это люди, которые проводят антинациональную политику. Один – опошляет, обрыгает. Второй – реализует программу образования американского типа для нашей страны. Третий – занимается дурилкой экономической, у которого ни один показатель не совпал и так далее. Поэтому их надо показать в одном пакете. Как люди, которые проводят политику антинациональную, антигосударственную. И она дает вот такие результаты. Самые опасные угрозы на сегодня для нас четыре. Это кризис. Он продолжает углубляться. Можем сорваться очень быстро. Это клещи, которых нас зажимают. Я специально писал работу, подробно описывал. Разослал ее всем губернаторам, всем руководителям. Час беседовал с Путиным на эту тему. И говорю, ваши партнеры смотрят нас как на клиентов. Мы для них не партнеры. Мы основной объект их экспансии. Они сейчас тайно подготовили трансатлантическое соглашение и Тихоокеанское. В этом вас не пускают, в Атлантическом. А там китайцев и нас, для нас Азию запирают. Это означает, у нас с Америкой меньше 30 миллиардов долларов. С Европой почти 450. Если мы теряем европейские рынки, у нас от бюджета и следа не останется. Если мы не будем развиваться, энергично продвигаться на восток в Азии, мы теряем свою перспективу. Там будут главные финансовые ветры и события. Китай стал мастерской мира, так как в свое время была Ангелия. У нас сейчас никакого другого выхода нет, кроме как максимально противиться этим клещам, выстраивая свою политическую линию вместе с союзниками. Едет он ООН, выступает и говорит, он оттуда с трибуны, нас пытаются взять клещ. Но правительство – не одноусловная тема и продолжает гайдаровскую политику. У нас раскол достиг сумасшедшего размера. Это главная тема в любом выступлении. Жуткая социальная несправедливость. 10% самых богатых захапали 90% всей собственности страны, всех богатых стран. Мы обогнали американцев в прошлом году по числу супер-яхт купленных. Валовый продукт нашей страны меньше 15 раз американского, но по супер-яхтам обогнали. Супер-яхта в среднем стоит 275 миллионов долларов на нынешний курс. Это 20-21 миллиард рублей. 7 супер-яхт и рассчитались бы с детьми войны. Им надо на 12 миллионов человек, 140 примерно миллиардов. И антисоветизм и русофобия. Это четвертая волна, которую сейчас гонят. Жириновский и вся эта свора. Она, именно она убила СССР. Она погубила КПСС. Именно она подожгла войну на Украине. Именно она может быть смертельной и для современной России. Поэтому наше обращение в феврале прошлого года против антисоветизма и русофобии сегодня исключительно актуально. Особенно хорошо откликается на это молодое поколение. Оно начинает чувствовать и понимать. Итоги 2015 года я уже говорил, они самые разрушительные. Где выход? Выход, еще раз подчеркну, в развитии. Но тут главный образ будущего. Наша программа, 10 конкретных пунктов. Придете, переведете их на местные. Язык и вас услышат. Первое. Мы сделаем бюджет не 16 триллионов, а 25. Мы возьмем деньги следующим образом. Все сырье, которое вы продаете, мы проведем референдум и национализируем. Все минеральные сырьевые базы. Будет обслуживать страну. 98% проголосуют за это. Даже вся охрана олигархов проголосует за это. И сами олигархи проголосуют за это. И тогда из 20 триллионов проданных не 8 попадет в казну, а попадет в казну минимум 14. Мы введем то, что было в советской и царской России, госмонополии на спиртоводочной промышленности. Введем, не задумываясь. Мы перестанем травить. 40 тысяч человек отравили паленой водкой за прошлый год. Три раза больше, чем в афганской войне. Мы решим эту задачу спокойно, уверенно. Будем продавать и частные палатки, и это. Но государство будет контролировать. Сейчас и 100 рублей, меньше рубля попадает в казну. А это очень живые деньги. Каждый вечер кассу можно собирать и так далее. Мы все сделаем, чтобы прекратить дикий отток капитала и валюты за кордон. Примаков решил с Мысляковым эту задачу за 2-3 месяца. В 2 раза сократил отток валют. Ему МВФ рекомендовал не трогать, не делать ничего и так далее. Он пригласил банкиров, сказал, кассу будем читать утром и вечером, а вы будете минимум половину валютной выручки сдавать в нашу казну. И, кстати, все согласились. Пригласили все бензоколонки и прочее. Сказал, не будете повышать ни бензин, ни солярку. В мире цена упала в 3 раза, на нее в 4. Во всем мире цена на бензин, солярку, керосин сократилась. У нас не на 1 копейку. Это регулируется вполне нормальными, в том числе и рыночными способами. Но это позволит развиваться нормально внутреннему рынку. Если посмотреть, сколько неучтенки запущенной земли, 42 миллиона гектаров давно можно было в оборот. Мы введем порядок, при котором коллективное хозяйство будет восстановлено, но все формы хозяйствования, фермеры, крестьянская, пожалуйста, как дополнение. Но основные народные предприятия будут дать главный продукт. Проведем семинар у Грудинина Казанкова и покажем, как решается задача и как ее можно решать, собственно говоря. И продовольственную безопасность можно обеспечить за 2-3 года. Мы можем продавать продовольствие, кормя 700-800 миллионов человек, а мы половину всякого дерьма со всего света сводим. Мы организуем программу переработки леса. Можно без ущерба для природы перерабатывать, при глубокой переработке леса построить 150-200 заводов и получить 100 миллиардов долларов чистого дохода по этой статье. Мы покажем пример, как мы это делаем непосредственно в Иркутской области, где крупнейший лесопромышленный комплекс. Мы решим проблему, связанную с жильем и коммуналкой. Будут не больше 10% брать человека, но мы поможем отремонтировать сеть. Мы поддержим ветеранов, стариков и так далее. И в первую очередь рассчитаемся, завтра рассчитаемся с детьми войны. Мы 5 раз вносили, в последний раз 205 голосов набрали. Мы решим проблему и отменим немедленно пятую шкуру, которую дерут с транспортников, но одновременно решим проблему, связанную с техническим обслуживанием и оказанием помощи гражданам. Сейчас купил машину, переплата, поставил, переплата, выехал, переплата, остановился в магазине, переплата, выехал на дорогу, переплата, на параллельную дорогу раздавили, параллельные дороги нет. Мы предложим совершенно реальный образ новообразования и новой науки. Закон образования для всех Ж. Салферов, Мельников и Смолин, и я внесли 3 дня назад. Он все питал русской и народной советской школой. В этом году к началу выборов мы сдадим лучшую в стране школу у Грудинина. Лучшая школа будет. Мы покажем, каким должен быть детский сад и проведем у Грудинина это лучший на сегодня в стране детский сад. Мы покажем, что мы не ругаемся с православными верующими. Мы с уважением относятся к свободе совести. И храм построен, и у Грудинина, и Казанков поддержал, и другие, и стародубцев в свое время. И я чуть в их городе схлопотал, когда восстановили церковь в усадьбе Спасской Лутовинов. Мы с уважением относятся к свободе совести, но у нас есть свой взгляд на мир. И мы желаем, чтобы уважали и нашу точку зрения. Короче говоря, у нас есть с вами реальная возможность убедить граждан прийти на выборы и поддержать нас. Что касается общей работы, связанной с этим, она сейчас ведется в партии предельно инстинксивно. Мы провели пленум, который рассмотрел концепцию выборной кампании. Мы ее подробно обсудили на президиуме и секретариате. Мы каждую неделю собираем секретариат, кадровую комиссию, комиссию по выборам и штаб по протестным действиям. У вас график работы и план находятся в сумке, посмотрите во всех деталях. Мы выставили всю программу, включая на год до этого самого, исходя из плана подготовки столетию Великого Октября Ленинского комсомола и СССР. У нас с вами отмобилизованы все основные информационные, финансовые и бытовые возможности. Мы к началу выборной кампании купили, оборудовали из 85 субъектов Федерации 74 офиса. Насытили ее оборудованием, поддержали как могли. Все, что будет собрано, все в основном будет отдано на выборную кампанию и на поддержку наших товарищей. Каждый месяц тот транш, который обещан обком, будет перечислен. Все депутаты имеют программу и закреплено за ответствующие округами и будут там пахать. И последнее. Личный пример и личная работа предопределит успех. Не случайно вчера мы настойчиво давали слово тем, кто уже добился этого. И Левченко, Локоть будет выступать в Орле, и Локть давали выступить Кравцу, который является мудрецом и оксакалом выборных кампаний. И в самых чрезвычайных условиях создал одну из лучших баз, которые есть в стране. Он же занимался этим каждый день. Давали выступить нашим молодым талантливым ребятам. Берите на сайте их в опыт, выставлен в полном составе. Со всеми планами, методиками, опытом и так далее. Еще раз хочу обратиться ко всем. Тот, кто будет проводить регулярно встречи с избирателем, тот получит успех. Тот, кто потеряет неделю, вторую, третью, как на контике, догнать невозможно. Я уже приводил примеры некоторых молодых. Своего старшего внука отказывался поддерживать вначале, но потом, когда полез, я сказал, пока ты не дойдешь до каждого порога, каждого двора, не поговоришь с каждой бабушкой, пока ты не придешь в каждый коллектив, пока не увидишь, что ты отвечаешь на каждое письмо, записку, запрос, пока не почувствуешь, что ты переживаешь вместе с ними проблемы, надеяться на успех сегодня невозможно. Против тебя идет банкир, который на первом этапе выкинул 100 миллионов. Его перебить деньгами никто не может. Но что бы он ни делал, что бы он ни орал, кого бы он ни подкупал, по нынешней жизни их потолок 20%. Возьмут, но не будут за него голосовать. Поэтому наша задача сейчас всей команды дружно пойти на выборы. И перестаньте делить партийные округа. Партийные округа будем рассматривать, когда каждый месяц 5-го числа доложат о том, как отработал прошедший месяц. Когда вчера Бухов выступал, показал картину, сложившуюся за прошедший месяц, и сказал, что 7 встреч, вроде это неплохо, я тоже сказал, это отвратительно. Клычков выигрывал 2-3 встречи на неделе, и еще дополнительно выходные. И потерял пуд веса, потому что он пахал. И что бы они ни делали, они так с ним не справились. Хотя, вообще говоря, выдвинули главного префекта против него и не справились. Сейчас пытаются запуявить все остальное. Наша с вами задача отпахать на полную катушку. Я уверен, уверен, что люди нас поддерживают, если нас услышат. Я уверен, тот, кто проведет 300 встреч, тот в любом случае выиграет эти выборы, несмотря ни на какой результат. И абсолютно уверен, что стране позарез нужна новая политика, обновленный социализм и новое народное правительство. Давайте ответим на этот исторический вызов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ